Проснулся, 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 Голоски открыли, открыли, Голоски... Доброе утро! Доброе утро! Спать! Что ты хочешь? Что ты хочешь спать? Потому что мне хотелось спать пораньше ложиться. Веришь? Сделай так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Песу она росла, И мой и летом стройная сезонная была. Почему все ушли? Мама, мама. Даже песню, видите. У меня только тёльность. Ось, мама, дивиться. Нормально? Угу. Мама, ты, я сейчас школу... Сейчас кисти хочу. Мама... Мамя, ты ж мистеразу будешь себя носить, ты же одни будешь носить. Спасибо. Мам, носи. Ну нету хороших условий тут для меня. Ко мне тут относятся не очень хорошо. А почему, я сам не знаю. Рома, Рома, это что? А ваша вид менивкака вся наша Рома. Хватит, чтобы я за вас не говорила. Рома, что такое Рома? Рома, зачем тебе лифчики? Чего они у тебя на полочке? Я считаю, что это мне не семья. Но я живу в семейном детском доме. У меня есть папа. Капелла Матунилу Роджи зовут. Я хочу, но и он хочет. Он просто не может меня забрать, потому что надо анализ ДНК. А чтобы анализ ДНК, там надо большие деньги. Они сказали, что для каждого человека 5,000 долларов, которые я не имею. Рома не имеет рода, а мама. И когда он будет 17, он будет вылечен, он не будет у нас. Он не будет у нас. Его место будет только в этом стране. Потому что нет работы, нет информации, нет жизни. Они будут идти к криминальным вещам. Я знаю, что люди, которые оставили своих детей здесь, они умерли. Они умерли в плохих местах. Я считаю, Максим супернормальный мальчик. Но это же дело педагога, заинтересовать ребенка в классе. Они хотят, чтобы я ребенка поместила в спецучреждение. Мы очень благодарны тем людям, которые приглашают их. Но не просто чужие люди, чужие добрые люди, скажем так. Что чужие? Ну, а как понять, кто чужой, кто не чужой? Может, у него две семьи. У птички должно быть одно гнездо. Оставь же не на улицу. Ты не бачила, как я чистил картошку? Я же 100 кг помидор привезла. Вы картошку, когда сказано было чистить? Если не хотите есть, это такое дело. Идем, начинаем уроки учить. Доставай мелкую картошку, начинай мыть и зверя на завтра. А что ты тут руги накручиваешь? Пишла, Борю забрала. Пойдем, убирай. Что ты подсеваешь белой ниткой? Убирай. Чей порфире? Его выкинул в мусор. Быстро. Убирай. Как же это за рубашка? Это вчера мне Сережина. А что, тут Сережина уже вещами командывает? Я сказала, командую парадом, я в доме. Ну что это делается? Я к тебе, я ж тыла, как бы, какой-нибудь банк за такими грянками на банке. Это чистый. Я надеюсь, что эта собака не наша? Я очень надеюсь, что эта собака не наша. Я сдержу, грязь и зло. Ушла Аня. Аня уехала. Виталина сидела. На пять лет. Все. И осталось у нас 15 человек. Когда я приехала, Кирилла уже тоже не было. Я теперь учусь в Киевском национальном университете культуры и искусств. У меня довольно-таки престижный факультет международных отношений и журналистики, потому что это более перспективнее и, в принципе, такая популярная, да, специальность такая. Я такой человек экономный. Я в среднем трачу за день около 20 гривен. Ну, некуда деваться, конечно. Я скажу одно. Я приехал сюда для того, чтобы учиться в первую очередь, а во вторую для того, чтобы морально отдохнуть. Не, в силу того, что у нас очень конфликт заострился, просто мама уже не вытерпела и хотела от меня отказаться. Просто-напросто. Даже подписала заяву об отказе и так дальше. Наши отношения с Кириллом, все остальное, что было, я отдаю на суд времени. Если человек мыслит здраво, то он может сравнить, что у нас семья похожая на такую, на тоталитарное государство Советского Союза. А ребенок видит стол, горшок и родительские блага. Какое может быть у него мнение? Мама у нас вождь, да, как Сталин себя называл вождь народов. А другие все это коллективный народ, который работает коллективно и который должен слушаться только одного мнения, только одного человека. Иначе тебя или морально убьют, уничтожат. Вот я себя почувствовал в семье диссидентом реально. С него получился студент, но с него не получился сын, и с него не получился человек. Все пошли против меня. Это, к сожалению, неплохо. Просто все дети подчиняются маме. Я вообще об этом человеке не хочу говорить. дай бог, чтобы все было у каждого хорошо и все мы жили счастливо, дружно, когда-то даже встретились большой семьей и в принципе поразговаривали о жизни, кто где, кто что и кто есть кто в жизни. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!